Хэппи-няза на Хит-ФМ Начни день весело Россиянам предложили альтернативу матам. Это просто офигительная новость. Социальная сеть ВКонтакте предложила своим пользователям отказаться от нецензурных выражений. Правильно. В качестве альтернативы разработчики представили бесплатный набор стикеров, которые позволят выразить самые сильные эмоции более культурным способом. То есть посылаешь человека не на три буквы, а там прямо изображение есть. Куда и что. Прям четко. Прям причиндал. Набор состоится из 48 стикеров. О, я столько матов даже не знаю. Каждый из которых призван сгладить потенциально конфликтную ситуацию среди интернет-пользователей. Доступны два бесплатных варианта. А, бесплатно только два? Да, доступно. Ну и когда человек увидит, что остальные платные, тут он и нарушит закон о запрете мата. С персонажем гусь, который за мат кусь. А, типа гусь за мат кусь. Типа укусит тебя. И кошкой бараньчата. Ага. Бараньчата. Также за внутреннюю валюту голоса пользователи могут приобрести дополнительные стили. Приличный пингвин, прыгунчик хулио и хомо сапиенс. Ну, на самом деле, опять-таки, это просто маркетинговый ход, призванный содрать некоторых людей. Ну, слушай, что это такое? 48 стикеров, только два из них бесплатно. Ну, где это видано-то? Это просто гусь-кусь за мат кусь. Ну да, это просто такой ход рекламный, чтобы заработать денежек. Я вот что думаю, мат на самом деле иногда очень даже уместен. У меня была история в жизни, связанная с матом. Мы как-то были с моим другом в наркологическом диспансере. Мы там не лечились. Дима, я о тебе что не знаю? Все ты знаешь. Ага. Есть занятие зарплаты? Денег на зарплату. Нет, в общем, мы там не лечились. Мы там были просто как спикеры, приходили, делились там своим опытом в том, что мы занимаемся. Перед ребятами. И нам сказали, там главный человек, который курирует всех этих лекарств и лечится, говорит, у нас тут как бы мат вообще запрещен, даже для гостей. То есть, если кто-то из гостей даже случайно сматерится, то он должен будет написать 500 раз от руки это матерное слово. Я тогда сказала, обалдеть, конечно, как это много. Это очень много. Так ты ни одного мата не сказал. Да, пришлось держаться, да, часа три, как и здесь. На самом деле, есть такая, не то что практика, говорят, что все нецензурные слова влияют очень плохо на человека, на энергетику и ауру. Это все триндер. Да нет, Дима, я в это верю. Поэтому, как мы подумаем, так все, ну и сложится. Это полная ерунда. Ничего ты не понимаешь, Дима. Все, я тебе говорю, что так-то значит так. Главное позитивно мыслить и не говорить нецензурную речь. Можно иногда. Ты пеняса. Ты пеняса. Ты пеняса.